Это один из двух детских книжных автобусов «Бампер». Они проехали уже 60 городов, намотали 88 тысяч километров. По словам организаторов, их главная цель – не только знакомить детей с необычными книгами, которых, как правило, не встретишь в магазинах, но и прививать ребятам любовь к чтению. И, судя по опыту, им это удается. Теперь мальчишки и девчонки Москвы, завидев яркий автобус, машут ему, как хорошему другу. А встречи с книгой ждут, как самого желанного события. Организаторы с радостью принимают приглашения в другие города, чтобы заразить любовью к хорошей литературе и как можно больше ребят. Автор этого социального проекта Анна Тихомирова раскрывает секрет, почему ее автобус пользуется такой популярностью. Иногда у нас подбор книжки превращается в психологическую консультацию. Причем это может быть с одним ребенком, с родителем, может быть с целым классом. Наши книжные программы помогают решить проблемы. Книжки помогают. То есть мы находим такую книжку, которая нужна ребенку именно сейчас. Он попал в трудную ситуацию или у него определенная ситуация в классе. И существует много книжек, которые работают как лекарство. В книжке можно прочитать про некоторые опыты, на которые можно опереться. Проект Нины Никифоровой тоже творческий. Она создает удивительные картины из обычного мусора. Пластик, полиэтилен, выброшенные упаковки из-под яиц, сметаны и других продуктов стали для нее материалом. На презентацию старта нового сезона конкурса она привезла лишь малую часть своих работ. Дома же в Геленджике у художницы огромная галерея. Каждый, кто в нее заходит, больше не может смотреть равнодушно на валяющийся мусор. У Нины Никифоровой даже появились последователи. И самые преданные из них – дети. Дети делают свои работы исключительно из вторичных материалов, присылают нам на конкурс или выставляют в интернет-ресурсах для того, чтобы вовлечь детей в этот творческий процесс сохранения земли и именно с помощью своего воображения, творчества руками и так далее. Михаил Кривонос из Санкт-Петербурга однажды побывал в детдоме, и эта встреча навсегда изменила его жизнь. Сначала он организовывал для ребят из детдомов Ленинградской области экскурсии по северной столице. А потом решил поддерживать воспитанников, которые делают свой первый шаг во взрослую жизнь. Он стал помогать им в поисках работы. В 2012 году удалось трудоустроить троих, в этом уже почти шесть десятков. План на следующий год – 100 человек. Мы первым делом спрашиваем у них, чего бы они хотели. И если их желания и возможности позволяют учиться, мы даем им такие возможности. У нас есть небольшая образовательная программа, чтобы освоить какую-то более или менее квалифицированную специальность. Но если ребята в очень трудной ситуации, им нужны деньги здесь и сейчас, а таких большинство из наших ребят, мы находим для них такую работу, которую они могут делать здесь и сейчас. И получается, что люди входят в трудовой коллектив крупных компаний и тоже у них появляется какой-то социальный контакт. Все эти проекты объединяет то, что они изменили жизнь детей и подростков к лучшему. А еще, что помог им воплотиться в жизнь фонд социальных инициатив на встречу переменам. При поддержке мобильного оператора Теледва и других бизнес-партнеров. Конкурс среди социальных предпринимателей проводится четыре года. И за это время поступило тысяча заявок. В этом году, надеются организаторы, участников будет еще больше. Проект приобрел всероссийский масштаб. Действительно, ищем самые лучшие, самые интересные инициативы. Потом происходит довольно длинный отбор и экспертиза, поскольку мы выбираем очень прицельно и качественно. Нам важна идея, нам важен человек, который стоит за этой идеей. Человек действительно преданный и увлеченный. Поэтому этап отбора довольно длинный. Победителей будет шесть. Организаторы выделят на реализацию каждого проекта миллион двести тысяч рублей и помогут в его продвижении. В случае успешного воплощения, участие в программе можно будет продлить еще на год. Помимо денежной составляющей, которая в любом таком благотворительном деле очень важна, мы занимаемся поддержкой, я бы сказал, методологической. То есть у нас сотрудники нашей компании, вот сегодня это был я, отвечают на вопросы, рассказывают, как устроен бизнес в больших компаниях. И помогаем, ноутимисты помогаем понять, как этот опыт может быть применен в рамках вот этих небольших, часто семейных компаний, которые решают социальные задачи. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 ноября. Присоединиться к программе фонда могут частные лица и некоммерческие организации со всей России, в том числе и из нашего края. Проект может начаться с небольшого плана, набросанного на бумаге, а завершиться реальным воплощением и тем, что одной проблемой в детском мире станет меньше. Анна Московских, Алексей Гусев. Новости.